Всем привет! Я приветствую всех вас на игре против течения, где под изменчивый мир прогибаться не то, что не нужно, вообще не стоит. Наоборот, преодолеть нашу игру смогут только те, которые смогут пойти против системы и отвечать на наши вопросы неправильно. Давайте же узнаем имена сегодняшних храбрецов. Здравствуйте, здравствуйте. Зовут Антон Марченко из города Москва, 15 лет. Это школьник, ученик 10 класса, увлекаюсь телеиграми, соником, режиссер, монтажер, сценарист, журналист, актер. Помимо всего этого увлекаюсь музыкой, в частности роком, люблю слушать Скорпион, Скипелова, иногда даже предпочитаю такую интересную группу, как Le Freak Son, которую, наверное, никто из тех, кто сейчас это посмотрит, не знает, но советую вам тоже. Всем привет, меня зовут Влад Гусейнов, по жизни я 16-летний 10-классник из Анапы, я увлекаюсь компьютерами, телевидением, ну или её графической составляющей. Я не умею собирать кубик-рубик и не знаком с репертуаром на известнейших исполнителей музыкальных групп. Всем печенек. Ну, печеньками мы по-любому полакомимся после игры, я в этом уверен, привет Влад, привет Антон, и я готов пока что вас спросить лишь одно, готовы ли вы сразиться друг против друга, а то мало ли. Уйдем убы и нет. Нет, скобочках да. Ведь дело в том, что только один из вас получит шанс уйти отсюда суммой до 1 тысячи рублей, это наш главный приз. Всё, что вам нужно делать на первом этапе из двух, а именно на этапе дуэли, это давать неправильные ответы на вопросы с двумя вариантами. Только так вы не сможете давать сопернику возможность победить, ведь если вы ответите правильно, то сами откатитесь на старт, а ход придёт вашему сопернику. Ему придётся отвечать на те же вопросы. Всего на дуэль даётся 7 минут, и если кто-то из вас за это время сможет преодолеть весь 21 вопрос, тогда вы автоматически признаётесь победителем. Но если ни один из вас не сможет это сделать за отведённое время, то тогда в финал пройдёт тот, кто сможет подойти ближе всего к финишу. Ну, а если вы и тут окажетесь на равных, то преимущество будет отдано тому игроку, который дойдёт до этой планки первым. Правила вам понятны? Более-менее. Отлично. Антон, по результатам жеребия ты определяешь, кто начнёт игру, поэтому каков твой выбор? Ну, давайте попробую я. Всё-таки интересный формат. Что, боишься не сыграть? Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, ты это себе уже обеспечил. Завады надо немножко побояться. Хотя у нас ещё никогда такого не было, чтобы с первого раза и всю дуэль. Ну, хорошо. Прошу всех приготовиться. Антон, первый вопрос звучит для тебя. Поехали. Атос или Портос? Имя кого из этих мушкетёров начинается на букву А? Портос. Для кошек или для собак? Для каких животных выпускается корм под брендом Вискос? Собака. Прокурор или адвокат? Кто защищает подсудимого? Прокурор. Ради или грусти? Как называется химический элемент? Грусти. Шевченко или Бульба? Кто из этих Тарасов является известным украинским поэтом? Бульба. Противолежащего или прилежащего? Отношение какого угла гипотенузе в тригонометре называется косинусом? Противолежащий. Пилоты или команды? Кто из них в Формуле-1 борется за кубок конструкторов? Команды. Влад, Атосс или Портос? Имя какого из этих мушкетёров начинается на букву А? Портос. Для кошек или для собак? Для каких животных выпускается корм под брендом Вискос? Собак. Прокурор или адвокат? Кто защищает подсудимого? Прокурор. Ради или грусти? Как называется химический элемент? Грусти. Шевченко или Бульба? Кто из этих Тарасов является известным украинским поэтом? Бульба. Противолежащего или прилежащего? Отношение какого угла гипотенузе в тригонометре называется косинусом? Противолежащего. Пилоты или команды? Кто из них в Формуле-1 борется за кубок конструкторов? Пилоты. Волшебный или колдовской? Какой флейте? Моцарт посвятил название одной из своих опер? Колдовское. Бейсбол или американский футбол? Чем профессионально занимался Майкл Джордан в 1994 году? Бейсбол. Антон, Атос или Портос? Имя кого из этих мушкетеров начинается на букву А? Порто. Для кошек или для собак? Для каких животных выпускается корм под брендом Вискос? Собаки. Прокурор или адвокат? Кто защищает подсудимого? Прокурор. Ради или грусти? Как называется химический элемент? В Шевченко или Бульба? Кто из этих тарасов является противолежащего или прилежащего? Отношение какого блока против Грузии? Пилоты или команда? Кто из них в Формуле-1 борется? Волшебный или колдовской? Какой флейте Моцарт посвятил название? Бейсбол или американский футбол? Чем профессионально занимался Майкл Джордан в 1994 году? Дагестан или Чечня? Какой республикой руководит Рамзан Кадыров? Дагестан. Стивен Кинг или Стивен Хокинг? Кто из этих Стивенов болен боковым амиотрофическим склерозом? Стивен Кинг. Да или нет? Является ли единица простым числом? Нет. Влад, Атос или Портос? Имя кого из этих мушкетеров начинается на боку А? Портос. Для кошек или для собак? Для каких животных выпускается? Прокурор или адвокат? Кто считает подсудимого? Ради или грусти? Как называется химический элемент? Шевченко или Бульба? Кто из этих тарасов является противолежащего или прилежащего? В отношении какого угла? Противолежащий. Пилоты или команда? Кто из них в Формуле-1 борется за кубок? Волшебный или колдовской? Какой флейте Моцарт посвятил название? Бейсбол или американский футбол? Чем профессионально занимался? Дагестан или Чечня? Какой республикой руководит Рамзан Кадрин? Стивен Кинг или Стивен Хокинг? Кто из этих Стивенов болен боковым амиотрофическим стерозом? Стивен Кинг. Да или нет? Является ли единица простым числом? Да. Гамлет или Макбет? В какой из пьес Уильяма Шекспира один из героев держал в руках череп? Макбет. Пророк или экстрасенс? Как называется стихотворение Александра Сергеевича Пушкина? Экстрасенс. Кино или театр? Как называлась рум-группа Виктора Цоя? Театр. Белый или черный? Какой цвет на Востоке считается символом добра? Черный. Антон, Атос или Партос? Имя кого из этих? Партос. Для кошек или для собак? Для каких животных выпускается корм под брендом Вискос? Собак. Прокурор или адвокат? Кто защищает подсудимого? Прокурор. Ради или грусти? Как называется химический элемент? Шевченко или Бульба? Кто из этих Тарасов является известным? Противолежащего или прилежащего отношения к Молула? Пилот или команды? Кто из них в Формуле 1 борется? Волшебный или колотовской? Какой флейте Моцарт посвятил название? Пилот. Бейсбол или американский футбол? Чем профессионально занимался Молула? Американский футбол. Гамлет или Макбет? Какой из пьес Уильяма Шекспира один из героев держал? Пророк или экстрасенс? Как называется стихотворение Александра Сергеевича? Кино или театр? Как называлась рок-группа Виктора Цуэра? Белый или черный? Какой цвет на востоке считается символом добра? Двойник или тройник? Как называется человек, имеющий сильное внешнее сходство с другим человеком? Тройник. Гамер или Барт? Кто из них являлся древнегреческим поэтом? Барт. При нуле или при ста? При скольких градусах по Цельсию кипит вода? Ноль. Белого или черного? Баланс какого цвета можно настроить в цифровых фотоаппаратах? Черного. Ножницы или бумага? Что из них побеждает камень в игре «Камень, ножницы, бумага»? Ножницы. И это был весь подготовленный для вас на сегодня блок, и это означает, что Антон побеждает в дуэли. Отлично. Ух, это было весело, поздравляю тебя с этим. Ну, ладно, к сожалению, не получилось. Цвет на востоке, на самом деле, считается с ним добра черный, а не, как ты сказал, белый. Собственно, этот вопрос тебя и подвел. Но надеюсь, что никто не в обиде. По крайней мере, так рассудила игра. Антон, я еще раз тебя поздравляю. Мы с тобой переходим в финальную стадию игры против течения. Ну что ж, на одного игрока стало меньше, но напряжение от этого не поубавилось. Антон, сейчас мы с тобой попробуем, точнее, ты попробуешь выиграть одну тысячу рублей, соблюдая вот какие правила. Для тебя заготовлен 21 вопрос, а на игру отводится 250 секунд. Отвечаешь неправильно, продвигаешься дальше, отвечаешь правильно, и мы начинаем заново. Если тебе удастся пройти все вопросы за первые 150 секунд, то ты станешь обладателем джекпота в размере уже упомянутой одной тысячи рублей. И также ты получишь шанс сразиться еще раз с новым дуэлянтом, но об этом позже. В противном случае сумма сократится до той, которая у меня сейчас на фотографии, и будет уменьшаться со скоростью 5 рублей в секунду. Ну а когда в банке останется меньше, чем 250 рублей, ты можешь заморозить свой капитал, сказав, например, остановитесь, ну или просто стоп. И тогда мы еще раз попробуем пройти заново все вопросы, но права ошибаться у тебя уже не будет. Если ты ответишь правильно в этой последней попытке пройти 21 вопрос, то ты уйдешь ни с чем. Здесь тебе все ясно, я надеюсь. Отлично. Вот скажи мне, пожалуйста, если ты выиграешь 1000 рублей, на что ты потратишь? Честно, не знаю. Ну я вот, например, в последнее время их вкладываю в такую вещь, как Steam. У тебя как с этим? Я не думаю, что для меня Steam это слишком выгодно. Я вот думаю, как и будет у моего компьютера. Хорошо, я тебя понял. Ну, как обычно, первый вопрос у нас подготовляется специально для каждого отдельно, поэтому он не должен быть для тебя сложным. Звучит он вот так. Поехали. Electronic Arts или Activision? Какая из этих компаний была основана раньше? Activision. Electronic Arts или Activision? Какая из этих компаний? Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Мужской. Тяпка или шапка? Как по-другому называют мотыгу? Шапка. Садовая или огородная? Какое кольцо существует в Москве? Огородная. Труба или телескоп? Что из этого является музыкальным инструментом? Телескоп. Беларусь или Россия? В какой стране была разработана игра World of Tanks? Россия. Страховку или билет? Что было необходимо откомпостировать в советском общественном транспорте? Страховку. Комиссар или шериф? Какую должность приписывают известные овчарки по имени Рекс? Шериф. 18 лет или 21 год? По достижению какого возраста гражданин России вправе быть избранным в органы местного самоуправления? 18. Солнце или луна? Что верится вокруг Земли? Луна. Electronic Arts или Activision? Какая из этих компаний? Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Мужской. Тяпка или шапка? Какая по-другому называют мотыгу? Садовая или огородная? Какой обещает существует в Москве? Труба или телескоп? Что из этого является мускальным инструментом? Беларусь или Россия? В какой стране была разработана страховка или билет? Что им было необходимо откомпостировать в российском? Комиссар или шериф? Какую должность приписывают известные? 18 лет или 21 год? По достижению какого? Солнце или луна? Что вертится вокруг вверх или вниз? Как называется анимационный фильм студии Pixar? Вниз. Сгласный или согласный? С какой буквы начинается английский алфавит? Согласный. Преломление или отражение? Коэффициент чего измеряет рефлектометр? Отражение. Электроника Арселективижн? Какая из этих компаний была основана раньше? Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Тяпка или шапка? Как по-другому? Садовая или огородная? Какое конец существует в Москве? Труба или телескоп? Что из этого является музыкальным? Беларусь или Россия? В какой стране? Была разработана страховка или билет? Что было необходимо откомпостировать? Электроника Арселективижн? Какая из этих компаний была основана раньше? Мужской или женский? Какой пол принято считать? Тяпка или шапка? Как по-другому? Мотыгу? Садовая или огородная? Какой конец? Будет труба или телескоп? Что из этого является музыкальным инструментом? Беларусь или Россия? В какой стране была разработана страховка или билет? Что было необходимо откомпостировать? Комиссар или шериф? Какую должность принять свои известные отчарки? 18 лет или 21 год? По достижению какого? Солнце или луна? Какая из этих компаний была основана? Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Тяпка или шапка? Какую трубу называют? Мотыгу? Садовая или огородная? Какой конец? Огородная? Мосты, труба или телескоп? Что из этого является музыкальным? Беларусь или Россия? В какой стране была создана страховка или билет? Что было необходимо откомпостировать? Советском общественном транспорте? Комиссар или шериф? Какую должность принять свои известные отчарки? 18 лет или 21 год? По достижению какого? Солнце или луна? Что верится вокруг Земли? Солнце! Можно среда или пятница, как зовут помощника Робинзона Груза? Электроник Арселекти Вишн, какая здесь компания была основана? Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Фриз! Стоп! Хорошо. Фриз так, фриз. Пожалуйста. В переводе на русский это означает заморозка, дорогие зрители. Это означает, что Антон остановил игру. 210 рублей у тебя осталось на данный момент. И 42 секунды соответственно. Вновь придется преодолеть 21 вопрос, учитывая то, что 5 из них ты еще не слышал. 16 вопрос. Это максимум, докуда ты доходил? Итак, все или ничего. Я надеюсь, ты готов. Те же вопросы, да? Конечно. Ну, до 17 я дойду. Поехали. Электроник Арс или Активижн? Какая из этих компаний была основана раньше? Электроник Арс. Мужской или женский? Какой пол принято считать слабым? Мужской. Тяпка или шапка? Как по-другому называют мотыгу? Шапка. Садовая или огородная? Какое кольцо существует в Москве? Огородная. Труба или телескоп? Что из этого является музыкальным инструментом? Телескоп. Беларусь или Россия. В какой стране была разработана игра в World of Tanks? Россия. Страховку или билет. Что было необходимо откомпостировать в советском общественном транспорте? Страховку. В этот раз да. Комиссар или шериф. Какую должность приписывают известные овчарки по имени Рекс? Шериф. Восемнадцать лет или двадцать один год. По достижению какого возраста гражданин России вправе быть избранным в органы местного самоуправления? Восемнадцать. Солнце или луна? Что вертится вокруг Земли? Солнце. Вверх или вниз? Как называется анимационный фильм студии Pixar? Вниз. Сгласный или согласный? С какой буквы начинается английский алфавит? Согласный. Преломление или отражение? Коэффициент чего измеряет рефлектометр? Преломление. Пакет или сумка? Каким словом можно назвать набор компьютерных программ? Сумка. Среда или пятница? Как зовут помощника Робинзона Круза? Среда. Вилка или нож? Как в настольной игре Рэнзю называется создание двух матовых угроз одним ходом? Ножи. Angry Birds или Cut the Rope? Какая серия мобильных игр разработана российской компанией? Angry Birds. Лидер или аутсайдер? Кому из них применим термин гегемония? Аутсайдер. Пан или пропал? Как звали древнегреческого бога пастушества и скотоводства? Пропал. Да или нет? Есть ли у Блох крылья? Да. Против или течение? Как на русский переводится название известной рэп-баттл-площадки? Течение. Ну конечно же это неправильный ответ, ты победил! Пять вопросов ты не слышал и успешно их прошел, с чем я тебя поздравляю, 210 рублей твои! Спасибо, спасибо, да, хороший выигрыш. Очень хороший, особенно когда можно наварить еще больше, ты выиграл в этой игре, а это значит, что я имею полное право тебя спросить, а точнее выдвинуть предложение тебе. И вот какое оно. Готов ли ты, точнее хочешь ли ты, то что ты готов, я не сомневаюсь, хочешь ли ты сразиться еще раз, но поставив на кон 210 своих рублей. Объясняю суть, если ты соглашаешься, то ты обязан выиграть следующую дуэль, иначе твои 210 рублей сгорят. Но если ты победишь, то эти 210 рублей, которые ты только что выиграл, стал сгораемым, да, абсолютно точно, и у тебя появляется еще один шанс выиграть тысячу. Что ты думаешь на этот счет? Заманчивое предложение! У нас было и так, и так. Ну, стоит подумать, могу ли я узнать имя этого игрока, ну, до, собственно, самой дуэли? Мы подбираем равных по силам. Равные по силам мне. То есть тебе Тёма Горячев не достанет свой путь в этом уровне. Мы пока сами не знаем, это все зависит от того, как ты сейчас скажешь. 210 рублей. Знаю то, как я сыграл с флагом, причем довольно-таки хорошо, я так считаю. Ну, я тоже так считаю. В принципе, попробовать против еще одного игрока стоит, но, опять же, 210 рублей. То есть во мне играет такая, не знаю, большая алчность. Но так как эти деньги, я их как бы выиграл, и они не мои сейчас, то есть я их не вижу, я их не получу на руки прямо сейчас, на Киви-кошелек, да, допустим. Потому что это все-таки не гарантированный выигрыш. Мне хочется их забрать, но... Но... Такие ангелы-чертик сейчас на плечах шепчут тебе на ухо, да? И все-таки я выберу сторону черта, и я продолжу играть. Ну что ж, ты принял наше суровое предложение, и таким образом мы с тобой встретимся через неделю, где мы узнаем, удастся ли тебе сохранить только что выигранные тобой 210 рублей, или твое место займет новый дуэлянт, имя которого, как и саму дуэль, мы увидим ровно через неделю в игре против течения. Мы с Антоном с вами прощаемся. До следующей недели. До скорого, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова